Штурм здания, стрельба из бронемашины и поражение противника в дыму. В условиях, приближенных к боевым, бойцы специального назначения соревнуются в стрельбе. 18 команд преодолевают около десятка позиций, а на время и на точность попадания в цели. Как проходит третий день чемпионата национальной гвардии, репортаж Евгении Бурды. Тактическая четверка в боевой готовности. По сигналу начинается отсчет времени для выполнения задания. Два снайпера занимают позиции и поражают группы мишеней, которые находятся порядка 400 метров в поле. Два же автоматчики, не имитируя десантирование с вертолета, спускаются вниз и занимают позиции за бронемашиной Варта, поражая мишени, находящиеся вблизи, имитируя поражение мишеней пехоты. Поражение последнего противника, значит можно двигаться дальше. С каждой позиции задание усложняется. Это как бы отработка поражения противника при движении автомобиля, плюс прикрытие группы при погрузке, а именно ведение огня из пулемёта. Следующее препятствие – дымовая завеса. Это значит прицеливаться и стрелять нужно в противогазах. Пистолет. Работает пистолет. В команде раненый. Такова новая задача. Правая рука, левая нога. Бойцы оказывают первую помощь и эвакуируют с опасного участка под огневым прикрытием четвёртого участника команды. По сути, все эти упражнения взяты из жизненных сценариев. Они разработаны таким образом, что позволяют оценить индивидуальные навыки персонала. И последний этап – координация в командной работе. Все бойцы взаимозаменяемы. Они практикуют различные элементы. Самое тяжёлое, наверное, это лабиринт был. Потому что бежишь, ничего не видно, а дым на ощупь, грубо говоря, идёшь. Судьи оценивают в баллах каждое задание. Пока в тройке лидеров команды Национальной гвардии. Также соревнуются бойцы специального батальона «Корт», пограничной службы и внешней разведки. Евгения Бурда, Евгений Савицкий, Дмитрий Борщ, ЮЭй ТВ.